всем привет с вами алексей сейчас быстро и кратко расскажу покажу сорта которые находились либо находятся в прайсе на осень 2022 потому что как показала практика не все сталкивались с этими сортами и возможно даже не видели ореха показываю самые крупные экземпляры понятное дело что орех может быть мельче это очень сильно зависит от вашего ухода как вы будете за ним ухаживать поехали потихонечку так первый сорт основной трапезонт огроменный орех сами видите замечательный достаточно вкусный все у него хорошо бланшировка жирность все показатели на уровне единственный минус это как я уже неоднократно повторял придется поухаживать первые два-три года очень за ним внимательно но так как вы хотите самый крупный орех один из самых крупных в мире да допустим круглых округлых замену так то конечно надо потрудиться следующий основной сорт это сорта на которых можно зарабатывать на орехи трапезонт и шедевр тоже очень крупный он может быть не таким крупным его будет много преимущество шедевра это высокая урожайность красивый внешний вид этот и тот сорт очень хорошо годится для закрытых полу закрытых участков но также на открытых но там надо внимательно нужно будет наша консультация так следующую такой к ним дополнительный опылитель шедевр по неподтвержденным данным скорее всего так опыляет до опыляет трапезунда соответственно вот такой еще есть кавказ сорт кавказ посмотрите какой огромный орех но тут он немножко такая у него вытянутая форма на самом деле он такой более скажем так вытянутый вверх в общем очень классный орех как дополнительный опылитель и вообще суперский орех однозначно в эту троечку тоже замечательно подходит вот его даже можно как основной сорт но сейчас еще до проверим хотя результаты у коллег по нему замечательно сочинская селекция так каталонский каталонский такой орех каталонский еще испытывается но орехи есть орехи достаточно неплохие тоже есть у него вроде бы как периодичность то дает больше туда от меньше но то еще до проверим ну для себя в принципе можно для промпосадок не знаю очень высокая конкуренция очень много из польши его везут и само ядро не могу ничего плохого говорить но она не самая идеальная скажем тогда по ядру есть вопросы по бланшировке и так далее само ядро не супер качество но за только вкусовые свойства у него неплохие учиться руками то есть для себя тоже принципе можно брать так боровской вот такой тоже он такой среднего размера идет среднекрупный крупный экземпляр очень очень вкусный морозостойкий украинский сорт все с ним понятно у него все хорошо у него все хорошо на самом деле но только и может кто-то скажет минус более высокорослый но опять же там у меня максималка 5 метров это не считается сильно высокорослый потому что вот сразу переходим к товарищу галли европеец он шестеру шестеру может спокойно вам вырасти вот такой орех неплохой на вкус толстоватая скорлупа но я это не причисляю каким-то минусом поздний опылитель до опыляет ваше растение тоже очень хорошо говорят коллеги у него периодичность да то есть он вот дает крупный очень крупный орех в этом году мне дал очень крупный орех соответственно в следующем возможно до старейших поменьше посмотрите какие ребятушки все у них замечательно так сирена сирена краснолистный сорт вот такой это не самый крупный экземпляр очень вкусный орех краснолистный красивый все хорошо можно как дополнительный опылитель кассфорд пожалуйста вот такой очень вкусный тонкая скорлупа легко лучится все все в принципе тоже у него хорошо много сережек соответственно тоже как доп опылитель тоже можно для коллекции это не пром сорта однозначно сто процентов но тем не менее может быть вы высадитесь и тем же кассфордом или каким-то другим сортом принесете на рынок и вас все будет хорошо мы больше внимания уделяем округлым сортам потому что сейчас испытываем машинку вы можете на машинке их разлучить у себя дома соответственно принести уже лучший жареный орех и соответственно заработать ну может не больше заработать да ну то что у вас его примут в ближайшем магазинчике это ну достаточно скажем так перспектива стопроцентно потому что ну нету еще так чтобы много в магазинах было такого вкусного замечательного крупного ореха однозначно ну на кусочек хлеба вы заработаете до сто процентов так гарибальди на рыбалет такие кабанчики у них там типа привкус еще идет такой типа миндальный в общем короче гарибальди этим все сказано европейский сорт можно выращивать хорошо плодоносит хорошо принципе много сережек нормальный сорт абсолютно так теперь наши пошли ребята вот это у нас лозовской я думал что это лозовской шаровидный ну я его называла за скучным сорт лозовской вкусный неприхотливый в общем украинский сорт со всеми его плюсами соответственно много сережек когда попылитель вообще великолепно пирожочек вот такой как трапезон только меньше жопка поменьше сам поменьше вот так вот пирожочек оригинальный как меня заверяют так ну и тон до диджефоне опять же тон до диджефоне под вопросом но судя по вот этому горбику пока я вижу тон до диджефоне но она немножко такая широковато получается потому что я опылил каталонским риха много будем по нему еще проводить испытания вообще по всем орехам будем проводить испытания вот такой вот замечательный орешек вот такие сорта были либо будут представлены это осенью на весну и орегубин если все будет хорошо обещал ивантеевскую селекцию так далее весной будет совсем другой ассортимент я думаю что это мы все успешно реализуем осенью а весной уже займемся другими интересными сортами такая ситуация всем спасибо огромное кто смотрел лайк комментарий подписка с колокольчиком все как всегда всем спасибо огромное кто смотрел всем привет от таких вот красавчиков которые надеюсь у вас тоже вырастут и всем пока вот здесь вот здесь вот здесь вот здесь вот 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 Продолжение следует...